В главном бою турнира Горилла ММА серии 38 Ты после боя того неудачного повредил свой бицепс? Я его повредил буквально через месяц после боя На боевом самбо я поехал на турнир, отборный чемпионат мира И там, к сожалению, травмировался И получается год ты не тренировался? Да, год я не тренировался, год я, можно сказать, страдал У меня было такое испытание жизненное Думаю, каждый спортсмен через это когда-то проходил Но благо характер имеется И наоборот, чем сложнее травма, тем сложнее путь Тем интереснее и красочнее возвращение Ну сейчас как твой бицепс себя чувствует? Он полностью восстановился или все-таки уже есть некие ограничения? Нет, он наконец полностью восстановился Работает Огромное спасибо хирургу Базарову Он сделал чудо, можно сказать Я, честно говоря, планировал выступить на чемпионате мира Буквально через три месяца после операции Но как бы сборная меня не допустила Но так бы поехал, потому что чувствовал себя хорошо Но все равно немножко не хватало амплитуды движения Замах руки Но благо год прошел и я снова готов побеждать Сколько тебе понадобилось времени на этот бой, на подготовку? Я готовился на боевой самбо, на чемпионат Его отменили из-за пандемии Потом я готовился еще на день чемпиона, его тоже отменили И связался с Федором Рыжовым Мы с ним поговорили И в принципе буквально за две недели я согласился Я отбросил самбовку, нашу куртку И стал бороться по грэплингу У меня сегодня, точнее к этому году был другой абсолютно лагерь Я раньше представил клуб Сеч, город Санкт-Петербург А в данный момент город Краснодар, клуб Кузня То есть я там отлично потянул грэплинг И думаю, в этом бою вы заметили Мы готовили уход от гильотина То, что он мне показывал, мне нужно только чуть-чуть переждать Может быть как бы, ну, зрители думали, что сейчас у меня как задушат И я прям ждал вот этот момент, когда чуть-чуть Я-то чувствую, тут руку я чувствую, как она соскальзывает И чуть-чуть переждал, и уже нужно было взрываться Но провел небольшой бросочек и сделал удушающий Ты планировал так завершить этот бой? Честно говоря, мне буквально за три дня мне приснился этот прием Я не знаю, это дежавю или какой-то вещий сон Именно он мне приснился И у меня первый раз он не получился Я поменял позицию и взял чуть-чуть получше И все-таки финишировал Чему, конечно, очень-очень рад Тебе часто снятся такие сны, подсказки? Честно говоря, это не первый раз Мне иногда снится, что я могу проиграть в какой-то момент И, ну, если у меня такие сны снятся, я стараюсь не выступать Потому что, как правило, они меня не подводят Ну, я могу чувствовать чуть-чуть, как бы чувствуешь интуитивно Когда много выступаешь Представляете, у меня шесть мастеров спорта по разным видам Сколько у меня опыта именно любительского спорта Я уже чувствую это на плане интуиции Смогу я победить или нет Ну, ты мега-чемпион Скажи, к чему больше сердце твое лежит все-таки К ММА, либо к боевому самбо Либо, может быть, еще к какому-то другому виду спорта Честно говоря, я ждал этот вопрос Такой провокационный вопрос Потому что многие меня путают с бойцом ММА Но так-то, честно говоря, я сам по себе же самбист Я, ну, представьте, шести лет я на ковре Сегодня мне 28, более 20 лет я в самбо Естественно, самбо Самбо, дизо, боевой самбо Оно мне ближе по сердцу, по душе Но, благо, я успеваю совмещать И радовать фанатов ММА Ну, одно другому не мешает Ведь ММА не вредит особо боевому самбо Ну, честно говоря, оно похоже Но то, что там у нас есть кимоно Вот эта куртка самбистская Оно, конечно, немного отвлекает Но, если драться, то, конечно же, с холодной головой Проходить хороший лагерь тренировочный И уже выступать Ну, переквалифицироваться в ММА Пожалуйста, милости просим Твой брат, пока ты болел, завоевал тут пояс Ты хочешь его тоже догнать и побиться на нашей серии за пояс? Честно говоря, да, я пока восстанавливался Мой брат тут навел шума в ММА серии Очень этому рад Всегда тоже болели за него Ну, почему бы и нет Так-то сила есть Желание есть Я, наконец-таки, выходил в октагон У меня горели глаза Я был рад в душе То, что я, наконец-таки, вернулся Это неописуемые чувства Представляете, год я не дрался Я жил этим И тут, наконец-таки, это свершилось И благодарю всех организаторов За приглашение И, конечно же, тренеров То, что подготовили меня Был мандраж перед выходом? Все-таки такой долгий прерыв Либо все понакатанно и пошло И ты не почувствовал вообще никакого волнения? На самом деле Кто бы вам что ни говорил Любой спортсмен, неважно, большого уровня или маленького Если он говорит, что у него нет мандража Или он не волнуется Ему не верьте Это невозможно Конечно же Мы вот только шутили С моим товарищем Владиславом Кыса И я вам говорю То, что Каждый бой Такое ощущение, как первый раз выходишь Все с чистого лица Все заново Он тоже подтвердил И говорит, да Постоянно мы испытываем подобные чувства Эмоции Конечно, волнительно Ну, вся страна за нами следит Тем более мы представляем самбо Боевой самбо Естественно, нам просто Нельзя проигрывать Какое у тебя отношение к нашей серии? Отношения самые теплые Я, честно говоря, первый раз Приехал как Иногородний, можно сказать Я же раньше жил в Санкт-Петербурге Сейчас в Краснодаре Честно говоря, я был очень удивлен Организацией Все перелеты Отличные билеты Отличная гостиница Питание То есть подход Федора Рыжова Следит за всеми Успевает все Честно говоря, я очень удивлен И мне очень приятно посмотреть на МА-серию Уже изнутри Раньше-то я из дома приеду На машине припаркую Подерусь и уеду домой А сейчас у меня целая история Чтобы долететь из Краснодара Так что очень рад Очень приятно В общем, сервисом тоже доволен У тебя какие теперь дальнейшие планы? И вообще, если ты следишь за серией С кем бы ты хотел бы подраться у нас? Ну, честно говоря, я не следил За своей весовой категорией Я следил за своим братом Александром Ну, с кем подраться С кем предложу К тобой рассмотрим То есть я Не хочу сказать Любого давайте В любое время Естественно, у меня есть своя команда Очень такая Ну, профессиональная Мы каждого спортсмена В индивидуальном порядке Рассмотрим Изучим И уже примем совместное решение Ну, конечно, профессиональный подход Да, ну, это же как лотерея Если ты выходишь на коротком уведомлении Далеко не факт, что ты выиграешь Кому как повезет Твой брат сейчас К чему готовится? У него будет какой-то бой? Брат, честно говоря, планировал выступить Со мной на одном турнире Здесь, да Он сейчас, скажу по секрету, женился Тоже мы его поздравляем И чуть-чуть взял перерыв Ну, думаю, либо в конце августа Либо, думаю, в сентябре мы его увидим А так Одна из меч Такие желания Это мне выступить с ним На одном турнире Думаю, это будет интересно Будем надеяться И будем ждать этого события Федя, поздравляю тебя еще раз с победой Может быть, ты хочешь кому-то передать привет Либо какие-то слова сказать? Ну, почему нет? Да, я хочу передать привет всем своим фанатам Всем своим болельщикам Уверен, что за мной много кто следит Своей семье Своим тренерам Больцовского клуба Кузня Губернатору города Краснодара Министр спорта Всем привет Мы сделали это И наконец-таки я вернулся Все, с возвращением тебя Спасибо за интервью Спасибо за классный такой бой Спасибо за субтитрыaryn Аликс Субтитры сделал DimaTorzok